9 лет, который был не мог искупаться, времени нету и на постёр сходить. Это моё детище, и то некогда было. Всё вот тогда скомплектовано. И вот здесь был у меня и аэромонах на Панаил. Очень умный он изначал английский, китайский язык, и печатал, не глядя по-русски, по-английски. Я больше такого не встречал. По-английски я другой раз буквы не могу найти где. И вот он сидит, печатает, а я в это время по комнате хожу. Меня трогать нельзя, меня тут нету. И он вот так вот. Так, тут мысль не совсем ясно выражена. Всё. Остановились, теперь надо заново всё раскручивать. У меня он как бы закрыл книгу. Один раз вот так вот утром рано писали, успеть, успеть. Мысль такая была. Только идти в храмы, всё исчезло. А вот специалистов, он в корзина, везде, нигде нету. 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 Куда же могла деться? Ну, когда горнулись, начали по-новой писать. Я не говорю, это сейчас? Говорите, более полно. Но тогда более душевно было. Он очень умный был. Тут у меня был батюшка, отец Владимир. Приезжал, ну, он был когда-то в зарубежной церкви. А здесь я из мешка вывалил вопросы, которые мне в университете записки идут. В школах, в студии я три радиопрограммы вел. И вот он сидит и выбирает, чтобы эти вопросы я ответил. А этот, пищатая, сидит. И он говорит, ни на один вопрос я не ответил правильно. Он сидит. А согласись, тут идёт. И тут, говорит, спорить никак нельзя. Я должен отрицать святых отцов, каноны, церковь. Никак. Мы у него были. Так он что сделал? Вопросы все крупно выписал. И ответы. Указать, о чём речь идёт. А ответы книги у него в церкви. Он настоятель. И они там у него. И люди приходят, считают. Он считает. Пятый том. Вопрос такой-то. Подходит мне пятый том. А вопрос номер 10. Вопрос как страница. Это сейчас выставляют. Вот здесь такая Наталья усатая в Германии. И Елена Гладыщук. Очень. Две женщины такие умные. И они частенько выкидывают. Вопрос такой-то. Я считаю. Мой труд. Моя рука печатала. Стихотворения все я сам печатал. Первый раз вижу. Вот со всех сторон рассматриваю. Это выше многократно моего интеллекта. Я себе вещь приписать не буду. Я только благодарил Бога. И ни разу, нигде не было, чтобы слукавил. А, говорит, такой-то, это у него большой. Я его боюсь. Не было. Не отвечаю, не глядя на лица. Почему они книги эти все больше и больше авторитетные. Те правители уходят. Это вы ему тогда так говорили? Я не только говорил. Я писал им. Во он писал. Это Бог делает. Представьте. Представьте, Веста Водорев впервые всего 230 картин, лучший иллюстратор Библии мы раскрасили. Я тоже раскрашивал. Но специалисты наши признали, что можно по-другому. Это я сразу отступился. И тут на начале все описано. Кто? 240 картин. 10. И здесь 297 комментариев моих. Плюс к тому. 900 лет. 900 лет блаженного профилактика толкования. Никто никогда не прикасался. Я бы выделил первый том. Это третий. Первый возьмите. Вот только откройте. И вы увидите, сколько шрифтов здесь. Посмотрите. Здесь выделяется. Все выделено. А какие картины? Как раскрашено? Еще одна белая будет. Как я искал это все. Мысль была такая. Закрасить картину белым все. Контур оставить. А потом раскрашивать. А потом от них фотографировать. Оказывается, в интернетной версии есть это. Можно раскрашивать. Это брат Игорь Дебунов. Вот так. Видишь? Жена вот его. А тут интересно. Вот их как снято. Все. Начнем смотреть. Глаза разбегаются. Сейчас я покажу. Вот какие шрифты. Это один шрифт? Это другой шрифт? Это третий шрифт? Это три шрифта? Только здесь. Четыре. Четвертый. Выделено. Пятый. А почему он сказал это? Это слово я несколько раз повторяю и беру. 297 раз даю комментарии о любви к Богу, к Слову Божию проповеди. Вот это называется округление корешка. Вот эти, которые такие, вот они обрублены. И все. Но это на льняной основе, это не просто такая бумага. А это уже в твердом переплете. Ты видишь, как они? Вот это белый. Второй том синим. Третий красный. Российский флаг. И вот как только начнешь считать здесь, тебе на каждом шагу будет остановка. Вот она, видишь, сколько вы выделены. Это Бог так взял. Даже вот это вот, сколько типографии объехали, с директорами беседовали. Как заголовок, какими буквами. Советов, я люблю советоваться. Вот стихотворение у меня, книга стихов. 98 мне званий дали. Разные люди. Я сделал свое. Церковь, свобода, тюрьма. Ступени прямо в отзоде. Ну давай, вы проверили? Да. Да, все проверили. По порядку на горах. Все, по порядку. Все. Больше у меня ничего нет. Какие вопросы по скайпу? Лучше всего, конечно, через брата. Он все знает, у него книги все есть, и он отвечает. А то я не всегда имею такую возможность. Видишь, я тут целыми днями пропадаю здесь. А сегодня же высказал батюшке. Так мы зато это не на один год делаем. Вы сами причастники, вы все увидели. А еще делаем, то есть кривое до косое. И оно будет стоять. А теперь, это пруда-то не было, а сейчас купаются. Купаешься? Да, конечно. Все, а там лужу была. Коров поели. И уже два метра. Думаю, еще на полметра поднять. Ну тогда вообще. Карасейные еще около тысячи запустили сюда. Поймали в другом месте. Ну давайте, думайте как. Так, ну надо это перенести будет тогда. Что? Сейчас мы что-нибудь придумаем. Что хотели? Перенести это хотим? Ну перенести-то перенести. Ну как перенести? Сейчас я... Зовите людей, там будете паковать. Да. Вам бумагу дать? Не-не, нам ничего не надо. Не надо нам. Ну как вы хотите? Коробки, может, какие-то? Коробки, коробки надо где-то искать. Я не могу дать, у меня ничего нет. Нет, мы найдем. Мы найдем. Мы это отнесем. Веревочки-то есть у вас? Так у нас два веревочек, море. Ну мы с братьями. Возьмете где. Ну и вот. 31 килограмм, это 62 килограмма. А вот представь себе, 650 библиотек посетили мы. Это где-то 4 года мы ездили. 120 тысяч километров. И вот главное, ну допустим, там где-то заезжаем мы в какой-то город. Может быть, видишь, каких обстановки было тут, но все остальное целое. Я не знаком, они меня не знают. Мне дается 10 минут. Я за 10 минут должен их убедить, что я не обманщик. Чтобы они мне поверили, поверили, написано в книгах. За 10 минут. Это у меня опыт. Даже сравненный. Ну один раз-то с кем-то он беседовал. Еще он будет. А тут в каждом город за год. Вот он Ставрополь. Вот он Воронеж. Вот Краснодар едем. Вот Камчат. Там это. Владивосток. Порт Находка. И везде знакомства. Но воспринимают по-разному. Было все где-то в трех местах, кажется, или двух. Когда они приняли. Они сидят, выпивают. Там женщины. Зачем это все? В городской библиотеке, в Краевой два экземпляра. Я говорю, берут, берут. Один экземпляр у них неприкасаемый. Я говорю, а я могу убедиться, что у вас ссылые они? А то, говорят, книги ваши не нужны, их выбрасывают. Она тоже директора там вызвала работник. Они один за одним тащат, вот тут пересадить. Кажут, да не надо, не надо, я убегаю. Нет, мы спросили, мы даже на Ненадом приходили. И получали, я всегда звонил им. Ну, к Йиде-то. Сан-Франциско полный комплект отправил. В Европе тут все. В Дании было, она русская, я говорю, долго изучала язык. Говорит, все, я и работаю сейчас в какой-то национальной библиотеке, как Ииде. Сейчас же отправляется в Королевскую библиотеку. Ну, русскоязычных очень много людей. Их они как вопрос-ответ. Вопрос-ответ. У меня слов нет, просто. Апостольское служение. Апостольское служение прямо. У меня слов нет. Ну, я знаю, я не могу себе сказать апостольское, но мне это понятно, дорого и близко. Вот представь себе, в каждой книге 3000 сынок. Это все во свете Библии. Вот она называется «Открытым оком». Откуда взято? 12-й, везде фотографии. Были черно-белые, с 13-го пошли цветные, еще дороже. Директор одной фирмы, издательской, помог мне фотовыводы делать. От этой маршруте 250 тысяч. А у меня пенсия была 8-6 тысяч. Это Бог делает так. И фотографий много. Вот я сам работал в фотошопе. С 8-го тома все книги верстал сам уже. Конечно, труднее всего проверять было симфония на неканонические книги. И когда приехали в Бибельское общество, я сразу подарил вам 100 экземпляров. Ну, если сразу, только на миссионерские поездки 650 вот таких экземпляров подарили. Нам зачем это? Я делаю это ради Господа. Видите, как? Поэзия мира. 26-й том – это апогей. 20-й том – это мои беседы с Александром Менин. Слышали? И они переведены в аудиозаписием. Очень хорошо. Вот. Три книги про еврея. 23-й, 24-й, 25-й. Что было сказано, какое назначение за 3600 лет промежуток. Люди думают, Талмуд книга – это 12 книг. Я разбираю Талмуд здесь. В свете Библии. Как Библия говорит? Я не нападаю, не критикую. А 18-й том, вот зеленый, это мусульманство. И там что говорит Кирилл и Мефодия, что он слуга дьявола, то образовала, то и прочее. И там все в крупном шрифте так написано. И жития Кирилла и Мефодия взяты. Мне, конечно, это все дорого. Дорого тем, что люди считают, обращаются. Вот Вячеслав, у него тем более чудно, как было, умер Сергей, парализованный. Ему из гроба протянул руку и сказал, дорогой брат, возьми. Мы так сроднились, и даже мне трудно поверить, что мы когда-то не знали друг друга. Вот он говорит, там книга выходит, допустим, я считаю. Батюшка, послал я книги Николая Астаха, поднес отцу Андрею Ткачеву. Там Новый Завет, для слова Божьего нету, и Крестову Православию. Я не хочу сравнивать, они грамотно имеют образование, но вот это как раз их и давит в один угол. Он боится потерять. Андрей Кураев обо мне когда говорит, Игнатьеву разницы нет, кто там перед ним, какой там Собот. Библия говорит, и на этом все. А мне важно, что думаете, пиископка, когда его еще тогда не столкнули. А когда его уже скинули, я ему написал, приезжай, говорю, у меня, забыл как звать, нары, готовы, сухари на суши. Ну он приехал, да? Ну я с него килограмм 60-то снял бы здесь. Приехал? Нет, второй раз. А второй раз. Приехал, книги брал он? Ну он был тут, да. Был? Я хотел спросить, ну вот про Кураева, он у вас был сколько-то дней, да, тут? Я его упоминаю где-то 120 раз. И положительно только два раза. В книгах? Он это все знает, меня Игнатий прорвало, говорит, по всем почкам, когда он называет меня самым выдающимся, там, миссионером современности. Слышал, да? Это после того, что он прочитал, он приезжал за книгами сам. Это говорит о величии души его. Другое одно слово только за день. Ну, а мне нет важности, что ты обо мне говоришь. Меня интересует одно, знаешь ли ты истина? Если говоришь неправду, а она тебе в правду не послушает. В любом месте, где бы ты ни открыл, ты сразу увидишь свет. Вы поймете, что я не прилагаю, а это православное, для меня разницы нет. Сказал там Златоус или кто-то, в Библии, я вижу, не сходится никак. А там написано творение, приписываемое Златоусу. Вторая часть, Пурья называется. Я, да еще тогда, в годы советской власти, насчитал на пленке, вот и сей, 50 томов книг. Это 12 томов Долтоулса, 12 томов Жития Святых. Мне как-то хотелось, чтобы люди были образованы, стремились к этому. Ну, еще, братья, давайте, идите за друзьями. Спасибо, Христос, спасибо. Пока берите, мы вам очень благодарны. По славу Божию. Вы как-то хотели перевести деньги, деньги-то мне не переводите. Вы знаете, 41 это 82. Вы данные запишите Игоря Барабаша, старосты. В больших долгах комбайн купил, только за кредит 1 миллион 200 тысяч. Ну, Вячеслав, поможешь, что ли? Да. Все, и скажешь сумму. На конце напишите, что за книги. За книги. Чтобы он знал, он знает. Я где, что не найду, все туда. Благодарим вас, Игнать Тихонович. Аллилуйя. Спаси Христос. Я сильно переживаю, вот он попал в эту кабалу. Не уроните только. Значит, вы встаньте туда, чтобы вам бабусь все можно было. Да вот. Прижимайте, чтобы не сталкнуло. Придем носить. А может вынести пока сюда в сене? Так, все. Да ничего, ничего. И вы обращаетесь сразу. Дышите в руках. Возьмите там кого-нибудь, попросите, если будет. Чтобы вам помощь пришла. Так.